Это программа «День с толком» в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. И опять встали. Пробки как главный тренд этого лета. Водитель частный, выбор опасный. Это автобусы ждать по 5 часов, чтобы на ВСИ попасть, или по 10. Жители края, как и всей России, могут остаться без популярного сервиса «Блаблака». Михаил Глинка теперь в крае. Я вас поздравляю. Это порядок инструмента. Это третья линия Бифштейна. То есть это было что-то невероятное. В музыкальной школе региона закупили новые инструменты. Километровые пробки стали трендом этого лета. И в краевой столице нынче как никогда много ремонтируют дороги, тепловые и водопроводные сети. Водители просят понять и простить. Они тем временем часами стоят там, где раньше проезжали за минуты, и кто-то, нарушая или не нарушая правила, пробки объезжает. Насколько сложно ездить по городу, проверила и наша съемочная группа, рассказывает Андрей Дрейр. С одной точки съемки сразу на другую нам, телевизионщикам, нужно очень быстро добираться до места. И сейчас мы на горе, приближаемся к улице Аванесова, и нам нужно доехать до пересечения Ленина-Северо-Западной. Обычно это расстояние мы преодолеваем минут за 25-30. А сейчас мы хотим посмотреть, сколько у нас это займет времени, учитывая все дорожные работы на открытых участках. Итак, засекаем. И сразу пробка. Водоканал модернизирует коллектор на улице Аванесова, меняют больше 220 метров трубопровода. И эти работы, как в мэрии говорят, совпали с капитальным ремонтом улицы. Предполагается, что так, по временной разметке, будем ездить до 12 августа. Ситуация на дорогах оказалась даже хуже, чем мы предполагали. На индикаторе пробок участок Зминогорского тракта от 1-й Боровой до Аванесова не красный, а просто бордовый. Мы, наконец-то, пробку преодолели. Сейчас спускаемся с горы и должны будем уйти на Ленинский. Там, до Чкалова, по крайней мере, никаких проблем не предполагается. Вот мы и на Чкалова. Здесь водоканал тоже меняет участок коллектора. Работу обещают закончить 4 августа. Пока все, в том числе и общественный транспорт, идут в объезд. В основном по Комсомольскому проспекту мы поступим точно так же. Ну вот мы и на Комсомольском, как и обещали, весь транспорт идет сюда. Но скоро это закончится, потому что 4 августа работы по коллектору переходят на этот проспект. И тогда весь поток пойдет по Ленинскому, который к тому моменту уже обещают открыть. Коммунальщики извиняются за неудобства и просят пути объезда выбирать заранее. Поэтому свернем на новый рынок не по улице Пионеров, а через профинтерна. И здесь Ленинский проспект тоже стоит на таком маленьком участке, потому что перекладывают участок теплосетей. Открыть обещают уже со дня на день. На преодоление отрезка от профинтерна до Пионеров, надо сказать, мы потратили не больше 5-8 минут. Надо сказать, что, видимо, работы уже действительно начинают сворачивать. Но будьте внимательны, мы едем примерно в 11 часов дня. То есть это самое простое время для движения. Стоп! Вот мы и на месте пересечения Ленина северо-западной. Доехали мы за 41 минуту. При том, что обычно на эту дорогу тратим минут 25. Единственный плюс, который здесь есть, это то, что дорожники согласовали работы вместе с коммунальщиками. То есть сразу после того, как эти ямы закопают, на их месте должен будет появиться ровный асфальт. По крайней мере, так нам пообещали в мэрии. А пока выбирайте маршрут аккуратно и выверенно. Андрей Дривер, Александр Антропов. День с толком. А тем временем в России хотят запретить популярные приложения поисковики попутчиков. В список из 229 сервисов вошел один из самых популярных – Блаблакар. Почему Общероссийское объединение пассажиров в очередной раз решило обратиться с таким предложением в Госдуму? И согласны ли из такой инициативы те, кто этим приложением активно пользуется? Узнавала Полина Жданова. Очередная поездка в деревню на попутке могла стать для Арины последней. Девушка воспользовалась сервисом Блаблакар, выбрала водителя, но до пункта назначения не доехала. Недалеко от Барнаула попала в аварию и получила несколько травм. О компенсации ущерба водителям речи не идет. Я повредила очень сильно руку, у меня были переломы, плюс очень сильный ушиб головы. Вследствие чего, естественно, я не могла полноценно работать, не могла полноценно вообще в принципе жить. До сих пор прохожу реабилитацию. Он сказал, что он к этому не имеет никакого отношения. Я добровольно села в его машину и в принципе со своей проблемой я остаюсь одна. Помимо аварий есть и другие проблемы, с которыми часто сталкиваются любители попуток. Этой информацией они делятся в соцсетях. Недостоверная анкета водителей, нет гарантии безопасности, нелегальный перевозчик не оставляет своих паспортных данных и не предоставляет доказательства исправности авто. Непунктуальность и неорганизованность водителя, хамство грязь в салоне или переполненный пассажирами автомобиль. Как говорят официальные представители транспортных компаний, поездка на легальном автобусе надежнее, чем на попутках, потому что в стоимость билетов входит обязательная страховка и в случае аварии вам выплатят материальную компенсацию. Несмотря на риск и возможные неудобства, такие приложения, как Блаблакар, пользуются большой популярностью и не все готовы от них отказаться. А если человек берет попутчиков, допустим, на личном автотранспорте, я думаю, что это допустимо. А вот почему? Чем удобно ездить? Ну, удобно. Во-первых, подешевле по проезд по стоимости, удобнее в плане комфорта и по времени быстрее. Нет, конечно. Чего тут страшного? Это автобусы ждать по пять часов, чтобы на вести попасть, и по десять. Не знаю. Лично я ехал тоже. Нет, нормально, думаю, нет. Пусть будет. По статистике с появлением попуток, пассажиропоток на автовокзале только в Барнауле упал на 10%. При этом проверяют состояние транспорта и водителей также часто, не уменьшились налоги и дополнительные расходы. Поэтому запрет сервисов нелегальных перевозок на автовокзале поддерживают. Очень много требований есть к официальному транспорту. Если бы также сервис Блаблакар был зарегулирован как официальный транспорт, то, соответственно, мы получили бы, что ему стало бы работать невыгодно. А в данном случае основной минус сервиса Блаблакар, что он не подчиняется никаким законам. Но пока Блаблакар работает, никто не запретит пользоваться его услугами. Так что вам решать, покупать кота в мешке в виде попутки или пользоваться лекальными перевозками. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. И еще о перевозках. В августе в Барнауле по 77 маршруту начнет ездить сразу два автобуса, оборудованных специальными пандусами. Это поможет маломобильным гражданам, которым нужно, к примеру, попасть в краевую больницу, добраться до места с максимальным комфортом и совершенно бесплатно. Широкий дверной проем, специальное место для инвалидной коляски и особый пандус, на установку которого уходит не более минуты. В компании «Агастранс» отмечают, достаточно позвонить в диспетчерскую, и на нужной остановке водитель поможет с погрузкой. Автобусы в городе рентабельные и удобные, которые обслуживают все слои населения. То есть есть возможность перевозки лиц, ограниченные возможности, и в то же время есть возможность перевезти пассажиров на обычных условиях. Пока это пилотный проект, но в компании «Агастранс» уверена, инициатива получит продолжение. Два автобуса предоставлены автосалоном «Газ», который является давним и надежным поставщиком по муниципальным и госконтрактам. Кстати, теперь также станет проще передвигаться и маломобильным жителям сел края. 15 микроавтобусов «Газ», оборудованных специальными подъемниками, получили районные и социальные службы. Ключи к службам вручил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. Компания «Алтайгазавтосервис» победила в аукционе на поставку этих машин в рамках национального проекта «Демография». Теперь пожилые и маломобильные пассажиры даже из отдаленных районов края смогут проехать до лечебных центров с необходимым для них комфортом. Отрегулировать тарифы на электроэнергию и поддержать алтайские предприятия. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко совместно с другими крупными федеральными чиновниками определили основные направления программы социально-экономического развития региона. На совещании в Краевом законодательном собрании рассмотрели больше ста предложений, которые за три года должны вывести край из бедности. Многие предложения в будущем лягут в основу индивидуальной программы развития края. Речь шла о возможностях сегодня государственной поддержки различных институтов развития тех планов, которые есть у наших предприятий, уже работающих на территории Алтайского края, в промышленности, на предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственных предприятиях. Уровень тарифов на электроэнергию, возможности их регулирования, приведения, может быть, в какой-то сопоставимый вид с размером этих тарифов с нашими соседями. Возможности еще... Отметим, программа ускоренного развития должна быть сформирована в рекордно короткий срок до 1 сентября. За ее исполнением следит заместитель председателя правительства Виталий Мутко. Продолжим. Третий выходной. В крупной барнаульской компании одними из первых в стране поддержали инициативу премьер-министра Дмитрия Медведева. Там перешли на сокращенную рабочую неделю с пяти до четырех рабочих дней в летний период. Предложения главы правительства страны на Барнаульском шинном заводе решили воплотить на деле. Теперь здесь работают по усеченной рабочей декаде. Четыре дня. В остальные отдыхают. И так до конца августа. Объясняют, сейчас много заказов, а вот летних отпусков на всех не хватает. Из года в год спрос на продукцию нашего предприятия увеличивается. Сейчас у нас преддверие наступает осеннего сезона. Потребители готовятся. Соответственно, отпустить специалистов в летний отпуск у нас не представляется возможным. Именно поэтому по многочисленным просьбам коллектива было принято решение предоставить дополнительный выходной, чтобы люди могли отдохнуть, насладиться погодой, побыть с семьей. В принципе, коллектив эту идею принял позитивно. Правда, речь не идет обо всем многотысячном коллективе. И такие нововведения коснулись лишь сотрудников завода управления. Для других все останется по-прежнему. Производство также работает непрерывно. Это 24 часа, семь дней в неделю. Мало того, планируют увеличить штат сотрудников. До 31 августа введена четырехдневная рабочая неделя. Эти дни дополнительные будут оплачиваться. Поэтому есть прекрасная возможность заниматься своими домашними делами, приготовить детей в школу. Мы готовы предоставить более двух тысяч рабочих мест на нашу промышленную площадку. Поэтому подбор персонала мы ведем постоянно. Нам нужны люди. Мы всех приглашаем к нам. Самый востребованный – сборщик покрышек и вулканизаторщик. Здесь готовы обучить даже с нуля. Главное, говорят, желания. Такие примеры уже есть. Я прошел 10-дневное обучение, стипендия оплачивается, коллектив дружелюбный. В первое время у меня были вопросы, мне помогали. И с этим проблем вообще не было даже. Пока одни только планируют, другие уже осваивают на практике. С таким решением руководства завода, согласны многие мировые эксперты, уверяют, от четырехдневной рабочей недели только плюсы. Например, это благоприятно сказывается на здоровье сотрудников. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком. И вновь в эхо сибирских пожаров. Барнольский зоопарк готов принять животных, пострадавших от пожаров. Об этом заявил его директор Сергей Писарев. Он назвал происходящие трагедии планетарного масштаба и отметил, что, возможно, восстановление экосистемы сибирской тайги займет не меньше нескольких сотен лет. Ведь даже оставшиеся в живых животные вряд ли сразу вернутся на пепелище. В то же время сам Писарев отметил, что по закону изымать диких животных из природы запрещено. Поэтому дверь зоопарка открыта лишь для тех особей, что пострадали от огненной стихии. Я имел в виду, прежде всего, если это животные, которые пострадали, для того, чтобы их подлечить и зачем снова выпустить на волю. Такая возможность есть у зоопарка. Принять, допустим, 20-30 особей каких-то животных, для того, чтобы их поставить на ноги и затем снова выпустить на волю. Пока, по словам Писарева, таких предложений не было. В то же время леса в Восточной Сибири продолжают гореть. В Барнауле тем временем ясно. Школы искусств края принимают подарки. Для них закупили новенькие пианино Михаил Глинка. Первая партия из пяти штук уже привезена в Барнаул из Санкт-Петербурга. Сегодня педагоги и воспитанники, что называется, на деле оценили современный подарок. Стоимость одного такого инструмента около полумиллиона рублей. Правда, все школы искусств получат их бесплатно. Все это благодаря национальному проекту «Культура». До конца года Михаил Глинка появится в половине образовательных учреждений региона. Если в цифрах, то это 50 инструментов. Эксперты высоко оценили уровень их звучания и сборки. В свою очередь, учителя говорят, что за их многолетнюю практику это первый случай, когда обновляют инструменты. И добавляют, возможно, после этого желающих учиться станет больше. Поэтому, когда инструмент пришел, думаю, и паника была, и восторг был. И думаю, а вдруг там что-то с ним не то. Настройщик вызвал, настройщик приехал, посмотрел, говорит, ну, я вас поздравляю, это порядок инструмента. Это третья линия Бихштейна. То есть это было что-то невероятное. Невероятная жара пришла на Алтай. Подробнее о погоде через несколько секунд. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok